прошло четыре месяца с начала проекта мой главный итог это то что мне все говорят как же ты похудела я думаю какая же тогда была раньше состояние у меня замечательная чувствую себя хорошо сейчас у меня была легкая неделя которая мне очень нравится мне конечно хочется больше хороших нагрузок и других результатов сегодня мы проработали ножки немного поработали над теми групп мышц на ногах которые недополучают в тех или иных упражнениях нагрузки от немножечко мы их просимулировали но на следующей неделе они уже будут полноценно нагружаться и сочковать вики уже не получится я уже вообще на сто процентов уверен что у меня все получится к марту я буду выглядеть совершенно по-другому часто меня задают вопрос как себя замотивировать как заставить ну хотя бы пойти в зал тренироваться если пришел то остаться в зале и все-таки достигнуть результата то что есть эмоциональный какой-то всплеск когда тебе дали пинок волшебный ты пришел тебе этот пинка возможно хватит на месяц возможно на два может даже и на три а потом все все заканчивается и тренировки тоже заканчиваются вот почему так происходит но на мой взгляд есть три вещи которые никто не обращает внимание и даже об этом не думает я выделил три основных таких момента первое это наш головной мозг который наш основной враг и все наши мотивации вообще всему чего мы хотим делать сейчас объясню почему второе это есть три основных инстинкта которыми которые нами управляют и мы полностью всю нашу жизнь деятельность подчиняем именно исполнению этих инстинктов и третье это знание вот ну начнем с нашего мозга почему он наш враг ну во первых вот это одна пятидесятая часть нашего тела очень энергоемкая вещь и тратит если мы в покое спим отдыхаем ничего не делаем примерно 10 процент всей энергии который поступает если же мы начинаем совершать какую-то умственную работу либо просто напрягаться ну даже посчитать сколько нам скушать белка то мозг при этом начнет тратить уже 25 процентов то есть примерно четверть всей энергии это очень энергозатратно очень невыгодно для нашего мозга и вообще для организма в целом а так как он очень жадный у нас и завтра по его в разумении и опыту 65 миллионному жрать извините кушать нечего будет то он будет всячески стремиться сохранить эту самую энергию соответственно когда мы начинаем делать какое-то дело мы будем зевать нас будет миллион очень серьезных причин чтобы это не делать и второй момент наш мозг поощряет валяние на диване поедание бутербродов во время просмотра тупых сериалов развлекательных сериалов ну или книжек развлекательных неважно поощрять чем поощряет выделением в кровь эндорфинов наших наркотиков внутренних поощряют не заработать а украсить такие вещи поэтому зная то что наш мозг будет нам сейчас препятствовать идти в то же самое тренажерный зал и зарабатывать себе здоровье мы можем с этим достаточно легко бороться но если мы не знаем об этом то мозг нам придумает такую серьезную причину не делать вообще ничего и мы в нее поверим поэтому друзья мои не слушайте себя если вы решили идти то идите если вам крайне лень то все равно идите потому что вы должны понимать что наш мозг нас тормозит а